Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Это видео основывается на первом видео, которое называется Александр о любви к России и Путину, иммиграции, о том, что такое родина. Как-то так это видео называлось. И это видео у нас будет основано на ваших комментариях. И, конечно же, под этим видео вы можете оставить комментарий, на который мы потом будем отвечать. Ну, мы начнем с первого комментария, который оставил Артур Строганов. Следующий у нас текст здесь. Раз так любишь родину, приезжай, бьюсь об заклад в Германию, будешь назад бежать, только пятки сверкать будут. Патриот хренов, уехал и радуйся. Александр, вот такой вот вежливый комментарий вам оставили. Что? Как фамилия этого парня? Артур Строганов, но это может быть псевдоним. Ну, дорогой Артур, что тебе на это ответить? Любви к родине я совсем не говорил, ты невнимательно меня слушал. Вот, по поводу будешь бежать. Приезжать я никуда не собираюсь, поэтому и бежать мне не нужно будет. Вот, дорогой Артур, приезжай лучше ты к нам. Вот так. Дальше? Давайте дальше. Ну, сейчас мы разогреемся. Алексей пишет, ребята, здравствуйте, очень много мнительных ошибок и тролля. Троллинг, понятно, что мы просто прикалываемся, да? Да, конечно. Самая социально защищенная страна в мире, тире Россия, восклицательный знак, была еще одна суперсоциальная страна, Ливия. Ее уничтожили именно за это. Гроза. Гроза начинается. Да. Так в чем вопрос, Алексей? Я не понял вопроса. А, в смысле защищенность. Ты говорил, самая защищенная социальная страна это Германия, одна из самых. Тут пишет человек, что это Россия. И что была еще одна суперсоциальная страна Ливия, ее уничтожили именно за это, но это вообще чушь какая-то. Да, про Ливию я ничего ответить не могу. А про самую защищенную Россию? Если вы считаете, что Россия самая защищенная, вам, конечно, лучше знать, потому что я уже почти 30 лет как уехал. Я чувствую себя здесь более защищенным, чем в России раньше. Ну, это можно спорить, конечно. Дальше? Дальше, давайте дальше. Дальше. Пишет Ира Макарова. В родном селе, детство моего, Дальний Восток, Амурская область, 80-х годов и по сей день живут немцы. Семья Герд. Переехали из Казахстана. Уважаемые люди, при Союзе жили они хорошо. Трое сыновей, дом, машина, хозяйство большое. В лихие годы никуда не уехали и сейчас не собираются. Ну, очень рад за них. Машина это вообще-то не роскошь, а средство передвижения. Это не я сказал. Дом, хозяйство. Дом, хозяйство, да. Большое хозяйство требует большого ухода. Да, молодцы, молодцы. Ну, очень рад за них. Я тоже. Давайте дальше. Джой Джой пишет. Что же у вас лица такие грустные? Наверное, у меня такое было лицо, когда служил срочную в ЗГВ 88-90, Хемниц. Хотя поначалу интересно было, но потом все это немецкое достало по макушку. Много времени прошло, но с тех пор за границей у меня палкой не вышибить. Даже в отпуск на отдых не хочу, ни за какие коврижки из России не уеду. Ну, а если что, отдать жизнь за страну сочту за честь. Приятно слышать, но мы вообще-то не за границей, мы дома. Вот. Поэтому это даже не обсуждается. Александр Васильевский пишет в кавычках «Окно в Париж», пусть Александр посмотрит, точка. «Окно в Париж» что-то знакомое. По-моему, я его смотрел. О чем это? «Окно в Париж» это, по-моему, как же его зовут, с Харатьяном. Или как это? Как они в Париж, мне кажется. Обязательно посмотрю этот фильм. Не Харатьян, нет, я путаю. Обязательно этот фильм посмотрю, потом вам отвечу на ваш вопрос. Он в Ютубе есть, по-моему. Андрей Лебедев пишет. «Ну не надо привирать. Россия далеко не всегда только оборонялась. Например, в 1939 году СССР объявил войну Финляндии, а не наоборот. Да, та война нужна была, и цели были понятны. Также сложно объяснить, как одной лишь обороной можно сколотить самую большую империю в мире. Да и сегодня Российская Федерация этой империи никуда не делась, и имперский дух как было и остался. То, что Россия несколько более человечная империя, чем Англо-Саксонгс или Османская, это правда. Но тем не менее, никогда русским не было проблем усмирить бунты каких-либо поляков и так далее. И он не склонен винить свою державу за эти факты и так далее. Просто ты тогда сказал, что Россия никогда, ты не можешь припомнить, что Россия когда-то на кого-то нападала. Помнишь? Угу. Оказывается, что это так. Ну, буду знать. Спасибо за информацию. Александр Максимов пишет, это называется душой мы русские. То, что ты рассказывал о своих теплых чувствах. Ну да, душой мы русские, я поддерживаю это. Дарья Юсупова пишет, кстати, подписчица моя часто оставляет комментарии. У Александра каша в голове и улыбка. Мою внучку тоже зовут Дарья, у нее тоже иногда каша в голове. Дарья, пусть у вас все будет хорошо, приезжайте в гости к нам. Иван Пепов пишет, я сам живу в Германии уже много лет, имею, конечно, контакты с Россией. Так вот, после выборов Путин в президенты Российской Федерации по многим российским каналам ТВ с гордостью показывали, как, например, в США люди стоят в очередях в посольстве, чтобы проголосовать за Путина. Вы эти кадры наверняка помните, наверняка вы тоже с гордостью смотрели, как в США выбирают Путина. Так вот, при общении с бывшим инокурсником в Салтае я рассказал ему об этом, и знаете, что он мне ответил дословно? Конечно, его слова приводить не буду, но все же мы, наверное, культурные люди. Но суть в том, что он сказал следующее, все эти патриоты, в кавычках, разбирающиеся по всему белому свету, пусть приедут сначала в Россию, пусть поживут здесь 10-15 лет, а потом я посмотрю, как они будут мне выбирать президента РФ. И не факт, что они потом Путина выберут, а живя под крылышком Меркеля, Обамов и Трампов хорошо рассуждать о жизни в России, и тем более болеть выбирать расстояна президентства. Вот так он сказал. Я думаю, что прав он, то есть его знакомый. Ну, да, может быть. Но мы не ходили на выборы, никого не выбирали. Ты же тоже рассуждаешь как патриот под крылышком Меркеля? Да, но на выборы мы не ходили. На выборы мы не ходили, нет? Нет. У меня вообще нет российского паспорта. У тебя есть российский паспорт? У меня нет российского паспорта, у меня только немецкий. Алексей Риппербан пишет. Очень рад, что вы, имея немецкий паспорт, являетесь патриотом России. Но ведь факт есть факт, Александр, вы бросили Россию в самое для нас русских и нашей страны время. Бросили Россию? Да. Как это? Ну, так. Ну, вот так получилось. Не надо сказать так. Если им будет спокойнее, что мы ненавидим Россию, пусть они живут спокойно. Мы их скажем. Что ты хочешь сказать? Не толкай, пожалуйста, камеру. Я не хочу говорить. Не толкай. Я... Как зовут его? Алексей Риппербан. Риппербан? Это мне слово знакомое. Реппербан. Реппербан есть такое слово. Если вам удобнее думать, что мы... Ну, мы, в отличие от Алексея Риппербана, не будем переходить на личность. Время, то думайте, если вам так легче. Ничего страшного. Елена Еленко пишет. Святой и благоверный князь Александр Невский сказал, не в силе Бога в правде. Помнишь ты про Александр Невского говорил, кто с мячом придет? Не в силе Бога в правде? Да. Да, значит, так и есть. Наталья Ломакин. Спасибо. Смотреть было интересно. Если говорить о политике, все переругаются. Ну, мы не ругаемся, мы просто общаемся. Мы не ругаемся, общаемся просто, конечно. Алекс Х пишет. Мужики, запятая, держитесь там. А что нам держаться? У нас все нормально. Все пучком. А. Шваб пишет. Стас, извини, дяденька понравился, точка. Кто в Россию и с серпом, и с молотом придет, тот на рудниках и погибнет. А еще есть рудники в России? Ну, рудники, наверное, есть, но там в кандалах, я думаю, не работают. Как во всяком случае, ну, не важно. Не в курсе я. Значит так, человек по имени подонок пишет. О. Александр, как минимум, честен в ответах. Запятая, это есть гуд. Твоеточие, троеточие. Не вижу корысти или корысти. Только скрытую ностальгию не более. Иншульдиган забита. Да, ностальгия есть. И нередко посещает меня. Ну. И опять этот же подонок пишет. Это менталитет, кем бы ты ни был и где бы ты ни был, но то, что с корнями вросло, трудно вырвать. Да, соглашусь с вами. Галина Панова пишет. Я не знаю, что в нашей стране, но невозможно из-за мигрантов выбить притяжение к России, любви к ней, независимо от того, что в нашей истории были не очень хорошие правители. Ну, мы как бы уже не иммигранты через 30 лет почти. Еще. Мое мнение. Александр Федорцов пишет. Еще про плохую социальную защиту в России. Год назад дочь родила третьего сына. Выплаты единовременные, ежемесячные. Тысяч за 200 перевалили. Ей и мужу выдали социальные карты, по которым льготы, как у пенсионеров, проезд на наземном, возземной электрической бесплатный. Машину сняли с учета в налоговой, выделяют 15 соток земли бесплатно. Правда, еще не получили. На материнский капитал пролетели. Родила бы месяца на два попозже, это только что смог вспомнить. А еще льготы для оплаты за детский сад, для двух и так далее. В Германии есть такие привилегии для родившего второго и третьего ребенка? Нет. Нет таких привилегий. В Германии вы получаете на каждого ребенка детские деньги в размере 170 евро. И, по-моему, не зависит от второй, третий или четвертый. На каждого одинаково платится, или? Я точно не знаю. У нас дети уже взрослые. Ну, у меня есть дочка одна, и мы получаем где-то 170. На матере выплачивается какое-то пособие. Да, еще с налогов можно снять цену, то есть стоимость продленки и так далее, частично. Возвращают это, когда налоговую декларацию вы делаете. Но то, чтобы землю выделяли и там проездные, такого нет. Нет, такого нет. Александр сам не знает, чего хочет. Живи уж там, где живешь. Да я, в принципе, ничего не хочу. Я доволен всем. Все очень хорошо у нас. Ашваб опять пишет. Какого гражданства лишили? Вопросительный знак. СССР? СССР. Равносильный старый немец, скажет, лишили гражданства Третьего Фейха. Да, гражданство СССР нас лишили в 91-м году. Так, Ирина Макаренко пишет. Вы классные. Вспомнился отец, когда хозяйничал на даче. Спасибо вам большое. Отец? Ну, ей вспомнился, ее отец. Они тоже в Германии живут? Ну, где-то, может быть, я не вспомнила, как мы с тобой сидели. Ирина? Ирина Макаренко. Ирина, привет вашему отцу. Ну, может, отца уже нет. Ой, если извините тогда, тогда примите наше соболезнование. Надежда Кузнецова пишет. В голосе обида. Очень жаль, что вы уехали. Мы вас любим. Мы тоже часто жалеем, что мы уехали. Мы тоже вас любим. Но... И так есть так, как есть, как говорится. Ну, Рия Зарипова пишет. Вам государство давало квартиру бесплатно, а вы покинули. Где ее? Где ее? Значит, у моих родителей была кооперативная квартира. Ее никто никому не давал. Занимали денег, где, у кого возможности. Квартиру не давали. Квартиру мы выкупили сами. Ерунда какая. Приватизировали. Но мы про это не знаем ничего. Может, там, где вы жили, живете, дают квартиры? Лариса Коржевская пишет. Чего брешет, что все забрали? Скорее продали все и выехали. Он немец, не русский. Где сладко, там и живет. Завтра в Европе будет задница. И будет назад бежать. Мы ничего не продали, мы все оставили. Других вариантов не было тогда, в 90-м году. Софья Бойша пишет. Зря вы думаете, что у нас нет соцзащиты. Расскажу о себе. Мне 68, живу одна в собственной квартире в Москве. Имею льготы по оплате за жилье 30%. Еще перечисляю дотацию и так далее. В размере 2400 рублей, в сумме около 5, включая платежи. Пенсия 20, проезд бесплатный. Где она пишет, что живет в Москве? Так Москва это, ребята, не Россия. Дорогая София, до 120 лет вам. И здоровья, и удачи вам во всем. Очень рады. Кстати, будем в Москве, обязательно навестим вас. Да, но Москва и Санкт-Петербург, я думаю, по финансам, это совершенно другие условия, чем в каких-то глубинках. А вся остальная Россия, это в принципе, не в обиду, это глубинка. Так как я вижу. Так, Мария Минская пишет. Александр, большое спасибо. Мария, дорогая, пожалуйста, с удовольствием. Александр Федорцов, по поводу плохой социальной защищенности в России. Мне 61, на пенсии 11 лет. Пенсия не так, чтобы большая, но могу себе позволить четверть ее тратить на покупку всяких безделушек из Китая через Ебэй и Али. Имею квартиру трешку, налог не плачу, не стал приватизировать. Имею по наследству, но это уже другое дело совершенно. Половину деревянного дома недалеко от Москвы, налог не плачу. Освобожден как пенсионер от уплаты за земельный участок как собственность. Проезд на электричках и прочем на земельной трассе бесплатный. Это что, называется плохая защищенность? Вам можно только позавидовать. Но что с медициной, вы интересны? Если вы в 51 год могли себе позволить уйти на пенсию, я должен работать до 67 лет. Тогда только могу уйти на пенсию. А Шваб опять пишет. Дяденька, на Финляндию и Польшу нападала Россия два раза за историю и на мирный договор с Японией наплевала. Какой я, Иго? Ты. Дяденька? Да. Дяденька, хорошо любить Россию с Германией? Вернись, дядя, может тебе Путин все вернет. Да я ни на что не претендую, у меня Путин ничего не забирал. Инга Иванова пишет. Поднявший меч от меча до погибнет слова Иисуса. Новый Завет Евангелия от Иоанна. Это слова Молва приписывает святому князю Александру. Но он только процитировал слова Иисуса из Святого Писания, хотя эти слова своей актуальности никогда не теряли. Надо будет записать и запомнить. Я даже не знал, оказывается, это из Библии. И Лена Смирнова пишет. Наши люди. Наши люди? Кто? Мы. Спасибо, Лена. Сергей Еременко пишет. Прочитал комментарии некого купца, я еще не читал, и в противовес его мнению решил высказать свое. Посмотрел несколько видео на этом канале, подписался, понравилась ваша семья. Простая, а главное, искренняя позиция Станислава и Александра. Большое спасибо. И дело не в комплементарной форме высказывания Александра, а в том, что я понял, что с этими мужиками мы бы нашли общий язык и тему для разговора. Это главное. Так что буду рад очередной встрече с Александром. А что касается купца, это либо очередной представитель цели европейского регулизма, либо слушатель Эхо Москвы. Эхо Москвы я, кстати, честно скажу, слушаю тоже сам. Но также слушаю радио «Маяк» и все остальное другое. И делаю выводы для себя сам. Так что Сергей Еременко. Спасибо, Сергей. Очень приятно. Мужик. За ваши комментарии. Стас Фомин пишет. Брат, мы дома. От вас интересно. Интересно говоришь. Домой приезжай. Мы дома. Дом там, где живешь. Дом там, где живешь. Вот моя жена подсказывает. Николай Светиль пишет. Я считаю, будет отлично. Россия и Германия объединятся ресурсами, технологиями, культурами и так далее. Это на благо людей. Вот правильно. Сколько в России земли, особенно за Уралом. Ведь все это займут китайцы. Уже сейчас вырубают наши леса. Ой, нет. Это страшно. Я не против, если вся Европа к нам вместо Китая. И мы тоже за. С удовольствием. Но мы ничего не решаем, к сожалению. Да, нас не спросят. Яна Н пишет. Хреново было в России. Все свалили за колбасой. Даже старых родителей здесь оставляли немного. Мы своих забрали. Слава Богу, таких знакомых было. Так и называют их сейчас колбасное поколение. А страну другие поднимали из дерьма. Восстанавливали народ. Не только материально. Дорогая Яна, нужно было немножечко вам писать. Яна, это не ко мне. Я вегетарианец. Ну и духовно. А теперь у всех ностальгия. Последние года только и пишут, как вернуться и что и как. Что и как нет. Я сам съездил в Санкт-Петербург. Можете посмотреть мои видео. Ролики про это мне очень понравились. Но мой дом здесь и живу я здесь. Про колбасу это вас обманули. Это точно. Колбаса у вас там есть. Не хуже, чем здесь, я думаю. Но многие заслужили того, чтобы возвращаться. Особенно, если это классные спецы. Классные спецы уезжают из России. До сих пор, к сожалению. Вы все равно наши немцы, пишет Юрий Кораблев. Как это? А вы наши русские. Вегнер Александр пишет, запомнилось. В России ограбили, а в Германии устроились хорошо. Теперь у меня дилемма. Где радоваться, где плакать? Нас не грабили в России. Или мы ограбили Россию, может? Мы приехали с чемоданом. Мы с двумя чемоданами приехали устроились. Мы неплохо. Сколько было у нас? 200 долларов, когда мы сюда приехали, да? Да. Как ежики. 200 долларов, не помню, по-моему, 180 миллионов. Ну, и также Вегнер Александр перечисляет. У меня на таможне даже духи отобрали. Агрессию Советской России против УНР. УНР, не знаю, что такое? Нет, это Украина. И ликвидация независимой Украины, да. А мы это не все ждут. Кражданская война в Испании, это 30. Ну, ты сказал, что ты не припомнишь, что Россия на кого-то нападала. А, ну, у меня троечка была по истории, может, это и моя. Ну, учились, что Россия мирная страна. Я учился слабенько в школе. По физкультуре только были пятерки. И по пению. И по пению тоже, да. По трудам. Женат на немке в свое время, пишет Николай Алексеевич Минаев. Минаев. Женат на немке в свое время у меня возникало желание уехать из России. Но жена была категорически против. И, слава Богу, что остались. Живем спокойно, в достатке. А кое-кто из знакомых вернулся. Там тоже не сахар. Не, работать надо много. Не сахар, это точно. Уважение. Александр Справедливый пишет. Уважение Александру и всего хорошего. Спасибо. Федоров пишет. Социально защищены большим шрифтом. Это не как в России. Ну и какие выводы? Нормально, восклицательный знак. Какие выводы? Социально защищены. Это не как в России. А, то есть ты как бы так сказал, что в России вообще нет социальности? Ну, я сказал, потому что там 30 лет прожил. Так. Из своего опыта 30-летнего. Елена, Германия, Казахстан, пишет. Это из Германии. Подписчица моя. Привет. Очень интересный разговор получился. Я со всем согласен полностью. Оля Ольева пишет. Александр проживает 22 года в Германии. Будет в марте. И вдруг он уже 30 лет как уехал. Да. Ну, ребята. Хорошо любить Россию. Россия написана с маленькой буквы через букву А. А кто сказал, что я уехал в Германию? Живя в Германию удобно. Я сказал, что я... Уважаемая Ольга Ольева. Вы слово Россия написали с маленькой буквы через букву А. Я считаю, что после этого... Ольга, я сказал, что я уехал 30 лет назад. Я не сказал, что я 30 лет живу в Германии. Нет. Все. Перепутала. Она не написала. Да. О, веселый Роджер пишет. Ну, прям кирдык, а также амба. Но будет сабаба. Перезимуем, небось. Сабаба? Что за сабаба? Садир. Так. Кто это написал? Значит, так. Пишет. Спасибо, Стас, за видео. Интересно слушать рассуждения людей о жизни в стране, в которой они не живут. Мне не очень понятно, как можно гордиться своим русским происхождением и так радоваться, что ты оттуда уехал голый. Какая неоднозначная позиция у Александра? Почему? Улыбка тебе. Однозначным невозможно быть в этом вопросе. Позиция абсолютно однозначная. Мы рады, что ноги унесли в те времена, а как сегодня мы не знаем просто. Очень рады, что все хорошо у вас там. Очень рады. Вот люди, с которыми я тоже общаюсь, живут не так давно, в Германию переехали. Тоже семья молодая. Пишет девушка. Интересно послушать было мнение человека, который живет уже долго в Германии. Каждое мнение имеет место быть, но каждый выбирает для себя сам. Деревья не свалятся? Они там где бомбы? Где бомбы не свалятся? На самом деле котик-бегемотик из Берлина пишет. Наш человек. Девчонки, вы только не свалитесь на то. На самом деле фраза «кто с мечом к нам придет, отмечая погибнет» только приписывается Александру Невскому. Это мы уже прочитали ранее. Точнее, не ему самому, а главным персонажем из одноименного пропагандистского фильма, снятого в конце 30-х годов. Но что-то мне подсказывает в памяти, что эти высказывания из Евангелия, да. Из Евангелия. Да, из Евангелия. По сути, Александр произвел очень хорошее впечатление. Согласен с ним полностью. Лайк за приглашение действительно умного мужика. Ура! Я поделую умного. Ура! Фото-видео Сан написал. Какая красота! Люблю наблюдать за животными и людьми. Да, у нас там два животных было. Валентинка пишет. Валентинка – это женщина, которая жила в Украине, сейчас она переехала в Польшу. Она пишет. «Странная позиция. Мы россияне, мы поддерживаем Путина, но в Германии вы социально будете защищены не так, как в России». То есть он понимает, что там хуже людям живется, чем в Германии. Но Путина он поддерживает, как он правит. Даже за границей боится критиковать. Меньше всего мы здесь чего-то боимся. Слава тебе, Господи, что здесь можно не бояться. Ты боишься Путина? Да. Аж умирает, ночью не спит. Много пессимизма у Александра, пишет Олеся. Пессимизма и оптимизма. Да, у меня пессимизма. А как насчет монголов, пишет Алекс? Олеся. Если не монголы, России может и не было вообще. Не забывайте историю. Я так, между прочим. А что-то мы к монголам забрели. Монголы же, татаро-монгольская игра. Может быть, они там оставили свои корни. И из-за этого получилась Россия? Это что-то так получается? Это не для средних умов. Это мы что-то не поняли. Нет, просто через 30 лет мы уже и не знаем, как было и как есть. Ребята, чтобы не затягивать это видео, я думаю, мы остановимся на последнем комментарии. Это не последний комментарий, а Алекса. Который ходит... Александра. Алекс, подписчик мой тоже. Я его подписчик. Он ходит с металлоискателем в Германии. Ищет монетки всякие по полям интересные. И снимает это на камеру. Себе комары грызут? У меня загрызли комары. И это тоже причина, почему мы сейчас прервем уже наше видео, чтобы его сильно не затягивать. Ребята, оставляйте свои комментарии. Но мы все остальные, то, что сейчас не зачитали комментарии, мы еще зачитаем. Сейчас мы останавливаемся на комментариях про монголов. Что-то мы не очень поняли, почему... Не догоняем. Русские должны быть благодарны монголам, что существует Россия. Это что-то я не понял. Ой, батюшки, грохочет. Да, да, грохочет. Спасибо вам большое за просмотр. Большое спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Оставляйте комментарии. Что, ставьте лайки? Ставьте лайки. Дизлайки тоже хорошо. Дизлайки тоже помогают каналу. И значит, что вы проявляете внимание к нам. Не может быть у всех одно и то же мнение. И я не буду удалять никаких комментариев, кроме тех, что, естественно, комментарии с каким-нибудь матом или унижением и так далее. Ребята, давайте общаться на уровне. Давайте общаться достойно. Достойно. Да, достойно. Все. Всем спасибо. Всем пока. Лучшего вам здоровья. Вам и вашим близким. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok